Александра Михайлина. Я напомню, что в 2002 году Александр Михайлин проиграл Игору Макарову в Москве на гран-при. И я думаю, что сейчас... Счеты у них старые, конечно. Да, я думаю, что сейчас полон желания, Александр, восстановить статус-кво в личных встречах с Макаровым. Ну, Макаров, конечно, уникальный спортсмен. Я вспоминаю, как он боролся на Олимпийских играх в Афинах. Это была феерия, конечно. И тактический арсенал у него потрясающий. Бросковая база очень хороша. Ну, Александр Михайлин, мы так часто и так много о нем говорили, что, наверное, в дополнительном представительстве и не нуждается. Поэтому давайте, дорогие друзья, все внимание на татами. В синем трико наш спортсмен. Я думаю, что всю встречу вот так вот построит Макаров, попытаясь проходить в ноги Михайлину и произвести бросок с захватом ног. Все время идет вперед Игорь. Ну, для него это вообще такая, не то чтобы своеобразная манера. Он, по-моему, всегда предпочитает атаковать. Да, не то чтобы он выжидает, как, скажем, в предыдущей схватке за третье место, когда Максим Брянов... Падар. Падар боролся. Макаров, у Макарова лозунг вперед. Созидательная борьба у него, агрессивная. Ну, вот в этом, кстати говоря, и шанс может быть у Михайлина. Максимум внимания и попытаться, попытаться в какой-то момент поймать соперника на контрприем. Сейчас могут Александра наказать. Да. Уходит он от захвата. Держится за руку. За палец, да. Немножко выбил палец. Вот мы видим, Макаров постоянно идет в захват. Идите, иди, захват! Ну, не знаю, может быть, согласитесь вы со мной или не согласитесь. Но, откровенно говоря, вот видите, еще, ну и тот, и другой получили по шидо. На последнем чемпионате России Александр Михайлин, по-моему, был немножечко не в своей тарелке. Мы с вами видели это, не знаю, может быть, кто согласится. Но вот из таких эффектных приемов это был единственный, когда он завоевал бронзовую медаль в абсолютной категории. Вот тогда мы увидели прежнего Михайлина. А все остальные схватки он словно экономил силы. Может быть, что-то есть какие-то внутренние причины? Перестроил Александр свою борьбу. Пытается навязать захват. Никак не может взять рукав. Не можем мы вам сказать, я, по крайней мере, не могу сказать, кто же это из тренеров кричит, белорусский или наш. Нет, это Сергей Табаков так активно подсказывает. Ну вот, видимо, Валентин Хабиров знает лучше меня голоса нашего тренерского штаба. Вот, навязывает, еще раз навязал захват, ну, на краю татами. И грамотно очень вышел Игорь Макаров, проиграв захват. Минута сорок остается до конца этой схватки. У Макарова пока преимущество. В одно предупреждение, да. Выиграл захват сейчас Александр, но перестоял. Побаивается, побаивается он делать бросок. Зная о том, что Игорь Макаров хорошо проводит броски с захватом ног. Вот мы видим еще раз. Берет захват. Ну, надо атаковать здесь. Атаковать, конечно. Юка кричат. Юка. Да. Дали нашему спортивену. Сравнялся счет. Сравнялся счет. И вот крик поддавливай, поддавливай. Давай, давай, дальше. Давай. Последняя минута схватки. Уборяйщик, вниз берки. Ниже его. Себя, ты берешь. Адем вниз. Выиграл захват от рукава. Александр еще раз набирает. Ну, Макаров сейчас очень грамотно. Грамотно вытолкнул. Да, вышел за ковер. Точнее, заставил нашего спортсмена выйти за ковер. За татами. Работаем, работаем, не стоим. И. А за атакой нужна наша. Атака. Атака. Атака нужна, конечно, нужна атака. Это понимает Александр Михайлов. Если бы он только с перворазрядником боролся, тогда было бы понятно. А борется-то он с олимпийским чемпионом. Который все эти подсказки нашему спортсмену тоже великолепно понимает. Тоже понимает, да. 11 секунд до конца славного времени встречи. Вот нам показывают военоровича польского гиганта. Атака! 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 Ну что, закончилось основное время схватки. Ждем, дорогие друзья. Ждем развязки в виде... Вот теперь уж точно. Атака! 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 Тише, 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 тише! По-моему, с новыми правилами. И судьи не знают, как дальше продолжать встречу. Или объявлять победителя. По последнему движению? Вот там замечание. Михайлино техническое действие. У Макарова одно замечание. Михайлино два замечания. Но висят по одной оценке. Непонятно, почему. Два предупреждения было. Два предупреждения было у Михайлина. Одно было... У Макарова. И оценка Юка у Михайлина. По-моему, настолько даже Игорь Макаров ждал, что объявят победу Михайлина. Что он как-то недоумевает. Посмотрите. Забавный такой момент. С новыми правилами что-то перемудрили. Так, все спокойно. Разобрались. Отмена. Александр Михайлин. Ну вот. То, собственно, что мы с вами ждали. Ну, в принципе, это логично. Конечно. Логично. Оценка Юка. Два Шиду Михайлина. Шиду Макарова. Ну что, вот разобрались. Да, не совсем. Даже судьи не совсем понимают эти новые правила. Те нововведения, которые сейчас вводит Европейский Союз на этих первых соревнованиях. Ну что, я напомню вам, дорогие друзья, что Александр Михайлин делает своеобразный дубль. Победа в прошлом году в Нове Саде. Вот сейчас главный тренер белорусской команды Павел Ясиновский пошел разбираться теперь. Да, ну как бы то ни было, я думаю, третий раз не поменяют решение. Сейчас, наверное, покажут тот бросок, который оценили на Юка. Да, вот подхват под одноименную ногу, под одну ногу. Вот президент Европейского Союза Сергей Соловейчик, директор судейского корпуса Европейского Союза Ян Снайдерс и главный тренер белорусской команды разбирают эту встречу. Разобрали, разобрали. Ну что, дорогие друзья? Не все, по-моему, остались довольны. Но я думаю, что российские поклонники дзюдо в этот вечер очень довольны, потому что Александр Михайлин и Елена Ивашенко стали чемпионами Европы в абсолютной весовой категории вот на этом первенстве, которое проходило в Варшаве. С чем поздравляем и их, и вас, дорогие друзья. А для вас сегодня работали спортивный директор Федерации Сюдо России, заслуженный тренер России Валентин Хабиров и комментатор Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья! До свидания, до новых встреч на международных европейских татахах. Субтитры создавал DimaTorzok